Приветствую вас и причин для срывов, как бы как правило, несколько. Первая причина это чрезмерное напряжение. Ну, то есть, такое, знаете, вот повышенное напряжение, когда человек прям тратит энергии больше, чем получает, да? То есть, человек тратит энергию больше, чем восполняет, по сути. Вот. Ага, и здесь вам просто нужно проанализировать для себя, как и почему вы ведете, вы тратите больше энергии, чем получаете. То есть, объективно, это очень вредно, негативно и чревато не только срывами, но и другими последствиями, куда более серьезными. Вот. Это первый момент. Здесь, как и, в общем-то, сказал мой коллега, да, история, вот она, она такая. Дальше. Угроза. Следующая причина это угроза. Вообще, 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 угроза может исходить от чего угодно и от кого, в принципе, угодно, а по сути даже не всегда это можно так вот сразу сходу определить. То есть, угроза есть, но почему, из-за чего угроза, как, почему угроза, что именно угрожает, да, непонятно. То есть, раздражение это защита. Это защита. Это защита целостности человека, защита его интересов, его структуры и так далее. Это защита, в конце концов, своей индивидуальности и своего суверенитета. Если такая угроза имеется, то вот, это одна из причин. То есть, идентифицировать угрозу и выработать к ней соответствующие отношения, чтобы снова и снова не сталкиваться с данной проблемой. Здесь первостепенная задача. Следующий момент это чувства. С чувствами, вообще, очень интересная история, то есть, обычно, впыливает тот человек, который не в ладах сам с собой. То есть, который не понимает, не отдаёт себе отчёт, в том, какие у него чувства, что он ощущает, чего он хочет и что ему вообще нужно. Который человек не отдаёт себе отчёт, ну, в своих желаниях, например, вот, в своих потребностях, например, вот. Такой человек не отдаёт себе отчёт, в этих аспектах. И это, безусловно, очень серьёзная проблема, потому что, если человек находится в отрыве своих чувств, то он не может жить в полной жизни. Вот. Дальше. Раздражение. Раздражение. Раздражение это сигнал. Как правило. Это сигнал. Это сигнал о том, что вам что-то не нравится, это сигнал о том, что нужно что-то менять, это сигнал о том, что что-то идёт в разрез с вашими желаниями, с вашими потребностями и так далее. То есть, раздражение это знак, индикатор. Это индикатор того, что, ну, что-то вы делаете неправильно. И для вас, конечно, идеальный вариант будет определить, что вас раздражает, чем раздражает и что вы реально можете сделать для того, чтобы не раздражал. Ведь, ну, объективно, да, если это раздражает, значит, ну, вам в любом случае не хочется, чтобы это было так. Так, вам в любом случае будет хотеться, чтобы ситуация, ну, была другой, чтобы это не было таким, скажем так, негативным для вас. Вот. То есть, здесь вот примерно такая история происходит. Поскольку раздражение у вас началось относительно недавно, да, то есть вы говорите в последнее время. Соответственно, давайте попробуем отыскать тот самый эпизод, с которого всё началось. Я уверен, такой эпизод есть. Вот. Нужно его просто найти. Опять же. Вот. Нужно его просто обыскать. То есть, что конкретно этот эпизод? С чем он конкретно связан? Вот. Что конкретно происходило, после чего вы стали испытывать раздражение и вспыльчу. Вот. Я уверен, что есть какие-то причины. Вот. Ну, очевидно, что именно о себе вы скорее всего не заботитесь. То есть, именно вот о своих, ну, о своих чувствах, о своих переживаниях, да, вы не заботитесь. То есть, вы предпочитаете чувства загонять вглубь. Вот. Их, наоборот, нужно выражать. Вот. То есть, последняя причина, которую вы вспыливаете, она связана с тем, что человеческие эмоции, они накапливаются. Если их не выражать, да, то они накапливаются. И в один момент, ну, в один момент, однажды, скажем так, однажды, они выплескиваются, эти эмоции. Вот. Они выплескиваются, ровно настолько, то есть, вот, ровно с такой силой, они выплескиваются. Ровно с такой силой, с какой, с какой вы их давляли сюда. К сожалению. Вот. Тут, конечно, вот, такая вот, ну, не очень, эээ, хорошая, может быть, история. Да. Тут такая вот, может быть, не очень, эээ, правильная, не очень позитивная для вас история, к сожалению. Вот. На этом, в принципе, все. На этом можно закончить мой ответ. А, я надеюсь, что он был полезен для вас. Ну, мой ответ, надеюсь, был полезен для вас. Я надеюсь, что вы сделаете выводы, надеюсь, что вы либо решите изменить что-то в своей жизни, либо запишитесь к психологу на консультацию к любому из нас. Вот. Либо начнете просто беречь себя, ну, более беречь, относиться к себе, потому что это, на самом деле, единственное, чуть ли не единственное, что вы можете сделать в этой ситуации. Вот. А, ну, а на этом все. А, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад сам вам помочь. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам. Пока. Продолжение следует...